Здравствуйте! С вами новости телеканала Сампо ТВ 360. В студии Эдуард Тур и вот некоторые события этого дня. Напомню, с чего мы начинали в 2018 год. Это высокий уровень долга, который за предыдущие пять лет вырос в два раза. Объем государственного долга республики по итогам первого квартала сократился на 20%. Министерство финансов отчиталось об исполнении бюджета региона. Вытаскивали отсюда батареи, отопительные трубы, двери железные. Такое, что, как говорится, взрослому человеку в хозяйстве пригодится. Жители пятого поселка жалуются на заброшенные здания. Разрушенные дома стали местом развлечений местной молодежи. Мы останавливаем их здесь, выявляем и, соответственно, мы принимаем меры принудительного исполнения, в том числе и арест на имущество должника, то есть автотранспортное средство. ГИБДД, приставы и налоговики вышли в рейд. Акция под названием «Должник» прошла в Петрозаводске. Объем государственного долга республики по итогам первого квартала сокращен на 20%. Об этом сегодня на заседании правительства республики заявила министр финансов Елена Антошина. После доклада глава Карелии неожиданно вручил руководителю Минфина талисман – денежного кота. Обо всем этом подробнее расскажет Юлия Кучеренко. Налоговые и неналоговые поступления в бюджет 2018 года выросли на треть по сравнению с 2017. Министр финансов Елена Антошина отметила, по этому показателю сейчас мы лучшие на Северо-Западе и четвертые в стране. Существенный рост обеспечили налоги на прибыль организации, на доходы физических лиц и доходы от уплаты акцизов. Выросшие доходы позволили сократить объем государственного долга Карелии на 4 миллиарда рублей. Это произошло впервые с 2011 года. Напомню, с чего мы начинали в 2018 год. Это высокий уровень долга, который за предыдущие пять лет вырос в два раза и составил 124% от объема налоговых и неналоговых доходов. В исполнении бюджета текущего года сохраняется позитивная динамика, заявили на заседании. И так совпало, что именно сегодня у Минфина республики появился талисман – денежный код. Глава Карелии рассказал, что игрушку его попросила передать Министерству финансов Людмила Афанасенко – вдова-инвалида Великой Отечественной войны. Артур Парфенчиков побывал в гостях у женщины в ее новой квартире накануне Дня Победы. Не абстрактные цифры на бумаге, а реальное улучшение качества жизни людей – такова цель национальных проектов Карелии. Их реализацию также обсуждали сегодня в правительстве. Один из проектов – демография, включает в себя пять региональных программ. Демография, конечно, это очень, с одной стороны, простое для измерения, с другой стороны, очень сложный проект, потому что он связан с увеличением численности населения, принятием решения по рождению детей. И здесь составляющие его лежат в плоскости как социально-экономической, так и в плоскости, безусловно, и финансовой поддержки. Так, уже в текущем году в рамках проекта будут приобретены пять автомобилей для поездок к врачам, жителей сельской местности старше 65 лет. А 1176 карельских детей в возрасте до трех лет смогут пойти в детский сад. Их обещают обеспечить местами. Юлия Кучеренко, Влад Бутников, САМПО ТВ, 360. В правительстве республики сегодня также шла речь о мероприятиях по переходу на цифровой формат телевизионного вещания в Карелии. Заместитель главы республики Татьяна Игнатьева напомнила, в Карелии срок отключения аналогового телевидения перенесен на 14 октября. В некоторых населенных пунктах нет цифрового сигнала. Там принимать каналы можно будет с помощью спутникового вещания. Малоимущим гражданам, а также участникам Великой Отечественной войны предлагает компенсировать расходы на покупку оборудования. Однако, пока за выплатой обратились только 45 человек. Сплеск обращений по опыту других регионов ожидает в октябре. Запросы в магазинах в два раза, в три. А вот в некоторых регионах до семи раз возрастают заявки на помощь волонтеров к подключению. Ну и точно так же, соответственно, оказание помощи материальной в виде компенсации за оборудование. На сегодняшний день инструктаж прошли 194 волонтера. Однако, сейчас добровольцев требуется еще больше, чтобы помочь жителям республики подключить приставку. Правительстве призвали граждан не откладывать подготовку к отключению аналога. Завтра, 30 мая, информагентство «Республика» проведет очередную горячую линию по переходу на цифру. На вопросы ответят специалисты радиотелевизионного передающего центра и волонтер цифрового телевидения. Трансляция будет вестись в группе информагентства в социальной сети ВКонтакте. Начало 12.00. А теперь к другим темам. Домом на улице Ленина 10 в Суаярве займутся следственные органы. Здание было построено в 2016 году в рамках программы переселения из аварийного жилья. В прошлом году в нем все еще устраняли нарушения. Проводили работы по звукоизоляции крыши и чердака и обустройству дренажной системы. На нее в рамках муниципального контракта было потрачено более 600 тысяч рублей. Но вода в подвале остается и по сей день. Как вот в дом заселились, так и вода. Откачивали цистернами, приезжали. Вот вырыли это все, вот котлован вырыли, чтобы туда хоть она уходила, эта вода, и все. В ходе рабочей поездки в Суаярский район дом осмотрел глава Карелии. Артур Пархенчиков поручил зафиксировать все нарушения, допущенные подрядчиком, чтобы дальше домом занялись уже следственные органы. Готовьте мне материалы, покажите все. И надо подумать, и все-таки надо подготовить все в рамках уголовно-правовой, как говорится, перспективы, ответственности за саму систему. Почему такие дома могли появиться? Руководитель региона подчеркнул, строить дома такого качества сегодня недопустимо. Тем более, что в Суаярске до 2025 года запланировано расселить 115 аварийных домов. А это 25% от всей программы по Карелии. Два заброшенных здания в пятом поселке по адресам профсоюзов 16 и Владимирской 11 беспокоят жителей соседних домов. Молодежные тусовки и интерес детей к заброшенным зданиям создают проблемы для всех проживающих в округе. Тему продолжит Алексей Неживенок. Местные жители говорят, что здание на улице профсоюзов 16 уже год как заброшено. Здесь собираются шумные компании и местные детвора. Правда, новые обитатели к диалогу с нами расположены не были. Местные жители бьют тревогу. Такое соседство не может закончиться ничем хорошим. Дети с находящихся рядом новостроек создали там импровизированную площадку для игр. Сначала его стали разбирать, наверное, взрослые. Вытаскивали отсюда батареи, ну, отопительные эти трубы, двери железные. Такое, что, как говорится, взрослому человеку в хозяйстве пригодится. А уже сейчас вот в таком состоянии это дети уже добили, как говорится, стекла туда. Ну и самое вот, что к чему дошло, это что стали, наверное, делать закладки. Все это в полной мере относится и к соседнему дому по улице Владимирской, который, по утверждению местных жителей, горел более 10 лет назад. Муниципальная управляющая компания заколачивала входы в здание, но продержались баррикады недолго. Для юных искателей приключений две доски – это не преграда. С комментарием по поводу этих домов мы обратились в администрацию города. Если мы говорим про дом на Владимирской, 11, то этот дом у нас признан аварийным. В настоящее время в доме никто не проживает, но он попал в сегодня реализующийся этап программы расселения. И так как он признан был аварийным еще в 2012 году, это как раз таки первые дома, которые будут снесены в рамках уже новой программы, которая с 2019 года началась. Поэтому я думаю, что до конца года дом будет снесен. В администрации города рассказали, что здание по адресу профсоюзов 16 находится в собственности железной дороги. Поэтому о его судьбе там рассказать не могут. На момент выхода этого сюжета мы отправили соответствующий запрос в ООО РЖД. Пока судьба домов решается, они продолжают представлять опасность для детей. Алексей Неживенок, Владимир Волотовский, САМПТВ 360. Акция под названием «Должник» прошла сегодня в Петрозаводске. В ходе совместного рейда сотрудников ГИБДД, налоговой службы и судебных приставов выявляли водители должников за коммунальные платежи, алименты, кредиты, налоги и другие. Здравствуйте, старший инспектор ДПС, старший Геннадий Галаев. Документы будет, добрый, пожалуйста. И раз у нас проходит должник. Мы сейчас проверим вас по базе, хорошо? На наличие долгов. Акция приносит свои результаты, утверждают приставы. Часто в рейдах случайно останавливают тех должников, которых невозможно найти по месту прописки. Мы останавливаем их здесь, выявляем и, соответственно, мы принимаем меры принудительного исполнения, в том числе и арест на имущество должника, то есть автотранспортное средство. Все по-разному реагируют. Кто-то действительно относится с пониманием, а кто-то реагирует очень болезненно на это все дело. Судебные приставы напоминают, что по закону наличия неоплаченных штрафов влечет за собой либо административный арест до 15 суток, либо обязательные работы. Кроме того, штрафы и другие долги могут стать препятствием для выезда за границу и основанием для обращения взыскания на имущество должника. Дети, представив спектакли, покаливали. Плотники из разных стран встретятся на острове Кижи, а волейболисты займутся благотворительностью. Подробнее об этом не только расскажем в рубрике «Коротко». Карелия вошла в топ-5 наиболее популярных туристических направлений в России. За майские праздники республику посетило более 30 тысяч человек. Среди лидеров также отмечены Санкт-Петербург, Калининград, Казань и Сочи. Петрозаводская команда по американскому футболу «Оружейники» вышла на первое место северного дивизиона «Открытой лиги Черноземья». Следующая игра против обнинских киборгов состоится 8 июня в Санкт-Петербурге. 31 мая в Петрозаводске откроется 9-й республиканский фестиваль детских и юношеских театров кукол «Куклантида». Коллективы из районов представят спектакли на тему «Калливалы». 11 и 12 июня на острове Кижи пройдет фестиваль плотницкого ремесла «Без сучка, без задоринки». Мастера из России, Германии и Финляндии изготовят работы из дерева, пользуясь лишь ручным инструментом. Благотворительный турнир по волейболу в поддержку особенных детей состоится в Петрозаводске 31 мая. Соревнования пройдут в рамках проекта «Открытый Петрозаводск». С 1 июня в городских библиотеках Петрозаводска стартуют мероприятия программы летних чтений «Навстречу друг другу». Читателей ждут игры, конкурсы и викторины по сказкам детских писателей из разных стран. В Карелии выбрали лучшего учителя ОБЖ. В профессиональном конкурсе участвовали преподаватели основ безопасности жизнедеятельности из Петрозаводска и районов республики. А победители честовали не в Министерстве образования, а в Главном управлении Карельского МЧС. Обстановка совсем неофициальная, беседа скорее дружеская. Разговор о том, как важна роль педагога в целом и как важно, чтобы учитель ОБЖ заинтересовал своих учеников любой темой. Быть то правило поведения на дороге или действия при пожаре. Я знаю это изнутри, я знаю, насколько это сложно, я знаю, насколько это тяжело. Учитель – это философия, учитель – это образ жизни. Это надо до кончиков ногтей быть там, в школе, с детьми, идеология своя. Вот тогда получишь ответную реакцию. Призовые места разделили между собой Руслан Субач, учитель Видлицкой средней школы. Он занял третье место. Второе досталось Александру Филю, педагогу Петрозаводской школы номер 5. Лучшим учителем ОБЖ стала представительница прекрасного пола Инна Смирнова из Державенского лицея. Тема ее проекта – научись спасать жизнь. К учебному процессу у нее свой подход. В 11 класс – тема правила наложения повязок. Те, кто не смог выполнить это на уроке, у них было домашнее задание – запинтовать дома маму, папу, собачку, кошечку, бабушку, дедушку. И как итог они должны были принести или видеозапись, или фотографии. И они все это сделали. Подобный конкурс пока не выходит за рамки республики. Это несправедливо, отметили победители. Они и их коллеги готовы соперничать с педагогами Северо-Запада или даже России. В МЧС Карелии обещали подумать над таким предложением. Анжела Маркевич, Александр Борисов, САМПО ТВ 360. Кантыли ищущих костей, волшебная мельница САМПО и кукольный Вени Мёнин. В Музее изобразительных искусств Карелии открылась выставка под названием «Вселенная Калевала». Ее открытие приурочили к 170-летию выхода второго дополненного издания карело-финского эпоса. В экспозиции представлены не только любимые многими картины Тамары Юфа и Мюда Мечева, но и работы современных авторов. Карельский мастер по дереву Игорь Гошков на тему Калевавы создал два десятка работ. Одна из них – резное панно в форме птицы, на котором изображены строки первой руны, сотворение мира и рождение Вени Мёнина. Над ним автор трудился больше года. Поскольку я работаю еще в декоративно-прикладном искусстве, здесь тем более сам метод, стиль предполагает изображение нереального, видоизмененного, переделанного. Поэтому мифологические сюжеты дают очень богатый простор для такой работы. Здесь можно встретить кантели в разных вариациях, в том числе знаменитый инструмент, собранный из щучих костей самим Вени Мёниным. А в центре одного из залов находится та самая волшебная мельница сампа. В создании и инсталляции участвовало несколько авторов, в том числе член Союза дизайнеров Яна Пермякова. Этот символ каждый представляет по-своему. Наверное, это суммарно какой-то образ счастья все-таки. То есть, наверное, это состоит и из личного счастья, семейное, личное, да, ну и профессиональное, ну для меня лично. Много работы и от фотохудожников. В их фотографиях переосмысление эпосы и размышления на вечные темы. От сотворения мира до любви и предательства. Анна Чепутова представила трипких под названием «Мать». Это печать на дереве с покрытием эпоксидной смолой. Для меня «Калевала» – это книга вне времени. Есть темы, которые актуальны и по сей день. Для меня это тема материнства и прежде всего тема любви. Поэтому мне кажется, что это то основание, которое может быть общим для нас всех, таких разных в этом мире. На выставке представлена и золотая коллекция музея. Это работы авторов наравне с самим эпосом, вдохновляющие художников и деятелей искусства современности. Здесь часами можно любоваться знакомыми глазу картинами Юфы, Мечева, Бородкина и Стронка. Они будут радовать гостей музея до конца сентября. Вот и все главные события к этому часу. С вами был Эдуард Тур. До встречи.